Здравствуйте! Сегодня я хочу представить израильский город, который в основном называют Нетания, хотя у него есть и другие названия, такие как Натания, Натания и Нетания. Город находится на средиземноморском побережье Израиля. В городе мягкий средиземноморский климат. Город является одним из самых крупных израильских городов-курортов. В черте города и за чертой города находятся довольно неплохие пляжи, раскинувшиеся на десятки километров. Сам город расположился вдоль средиземного моря на пару десятков километров. Это одно из самых притягательных мест для туристов, которые любят понежиться на теплом песочке, искупаться в теплом средиземном море, насладиться жарким южным израильским солнышком и таким образом прекрасно отдохнуть. Город Нетания был основан в 1929 году. Население города приблизительно 215 тысяч человек. В городе находится множество гостиниц, множество отелей и город является одним из центров по обслуживанию туризма. Сам город довольно красивый, довольно репрезентабельный, довольно благоустроенный. Поговорим о таком важном пути для репатриантов, как съем жилья. Стоимость жилья в городе для израильтянина, если снимать однокомнатную квартиру, то это будет где-то от 1700-1800 шекелей до 2600-2700 шекелей. Двукомнатная квартира будет стоить от 2600 до 3800 шекелей приблизительно для съемной для израильтянина. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить от 3200 шекелей до 4500 шекелей приблизительно для израильтянина. Четырехкомнатная квартира будет стоить на съем где-то от 3900 шекелей до 5000 шекелей. При этом съемщику придется платить большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Нитании. Работы в Нитании хватает, но в основном это обычные рабочие места, также есть множество вакансий в секторе обслуживания. В Нитании также имеется много вакансий на хай-тековские должности, например, по сравнению с севером и югом Израиля. Все-таки Нитании – это центр страны, хай-тек в Израиле находится в основном в центре страны. Повторяю еще раз, работа в Нитании есть, и поэтому кто хочет работать, ее всегда найдет. Теперь поговорим о таком важном пункте, как зарплата в Нитании. Зарплата есть здесь побольше, чем в Хайфе или в районе Хайфы, или вообще на севере Израиля, а также на юге Израиля. Потому что это центр Израиля и расценки здесь повыше. Вот поэтому заработать Нитании можно побольше, чем на юге или на севере Израиля. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день, это 26 мая 2017 года, минимальная заплата за час около 27 шекелей. Ниже этой цифры работодатель не имеет права платить заплату, потому что это исходя из закона. Если он будет платить ниже этой цифры, например, где-то 25 или 24 шекеля за час, то наемный работник имеет право подать на него в суд, и обычно суды присуждают ему компенсацию наемному работнику. То есть наемный работник этот суд выигрывает. Теперь поговорим о таком важном пункте, как стоимость жизни Нитании. Стоимость жизни Нитании где-то равняется обычной стоимости жизни в центре Израиля. Для патриантов она будет побольше, потому что они в основном снимают жилье, и это сильно отражается на семейном бюджете. Основные расходы семейного бюджета – это в основном расходы на съем квартиры. В случае, если патриан покупает квартиру, то у него, конечно, будут основные расходы, выплаты и потешные ссуды. Учитывая высокую стоимость сегодняшних квартир, она будет довольно высокая тоже. На семейном бюджете также отражается чувствительно лечение зубов, страховка автомобиля и покупка бензина для автомобиля. Остальные цены Нитании, да и в основном Нитании, в основном, довольно терпимы, и существенное влияние на бюджет они в основном не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных Нитаний. Оно в Нитании составляет приблизительно 20-30% от общего населения. Практически в любом офисе, в любом заведении, в любом доме живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому сильно большого языкового барьера в Нитании нет. Вам всегда кто-то сможет перевести какие-то документы, какой-то разговор, и поэтому из-за языкового барьера вы сильно страдать не будете. Теперь поговорим о климате в Нитании. Климат в Нитании, что тропический, средиземноморский, мягкий климат с довольно жарким летом. А лето выражается здесь где-то около полугода, и зима в Нитании тоже относительно мягкая. Температура во время зимы не опускается почти никогда ниже нуля. В основном температура в Нитании во время зимы от 8 до 15 градусов, и она доходит даже до 25 градусов тепла. Также зимой в основном выпадают дожди. Летом температура доходит от 28 градусов тепла до 35 градусов тепла. А лето в Нитании, как в общем-то в основном в Израиле, с мая и до конца сентября. Дожди в это время – это редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Нитании довольно красивый, довольно благоустроенный. Везде находятся спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады, парки. Город выглядит довольно красивым, чистым, праздничным. Теперь поговорим о таком важном вопросе, как безопасность. Терроризм в Нитании, конечно, существует. Но теракты бывают здесь редко, в основном потому, что Нитания находится в стороне от основных террористических опасных мест. В последние годы теракты случались довольно редко. В основном теракты происходят в Русалиме и на границе с сектором газа. Из сектора газа запускаются ракеты и идут обстрелы. А до Нитании из сектора газа довольно далеко. Теперь поговорим о криминале в Нитании. Случаи криминала, конечно, имеются, но он, в общем-то, несущественный. Божество жителей его не чувствует. Можно спокойно, без всяких проблем гулять по ночам. Нитания на сегодняшний день довольно спокойное место в этом отношении. Теперь о ландшафте города. Нитания находится в общем-то на равнении и в этом она резко взвечается, например, от Хайфы, которая находится на горе Кармель, в довольно крутом горном хребте. И в этом отношении она с точки зрения репатриантов многих она резко выигрывает. Поэтому жить людям, которые привыкли из таких стран, как Россия, Украина, Белоруссия, более привычно, конечно, в Нитании, чем, например, в той же Хайфе. Теперь поговорим о загаженности атмосферы в Нитании. Загаженность атмосферы в Нитании находится, примерно, на средеизраильском уровне. В общем-то, только летом, в очень жаркие дни бывают, чувствуется в воздухе запах бензина и смога, но, учитывая, что город находится на побережье и продавается всеми метрами, поэтому, в общем-то, довольно быстро эти все запахи выдуваются из города. Это был краткий обзор про город Нитании, один из самых больших курортов в Израиле, который находится поближе к Сиземному морю. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.